Однажды я обратился к Кришне. Невзирая на свою кратковременность, история эта замечательна тем, что связано непосредственно с Господом Кришной. Может возникнуть вопрос, что здесь замечательного? Все связано с Кришной. Да, связано все, но между теорией и практикой глубокая пропасть. Теоретически мы понимаем, что это скорее всего так, но ощутив эту связь практически, мы больше не сможем смотреть на этот мир прежними глазами. Так или иначе, здесь пойдет речь не о какой-то теоретической связи, а именно о практической. Только не подумайте, что я видел Кришну или говорил с Ним. Нет, не видел и не говорил. Хотя теперь, спустя два года, понимаю, что мог бы. Я не претендуя здесь на какое-то особое положение или, не дай Бог, на статус святого. Более того, я думаю, что этот случай не столь значительен и, признаюсь, мне стыдно о нем рассказывать. Этот случай лишь подчеркивает мою трусость и неспособность как следует повторять святые имена. Мне стыдно за то, что спустя столько лет я лишь раз внимательно молился, повторяя свои круги джапы. Но так или иначе, что было, то было. И мне хочется поделиться этим кратковременным опытом, который, я уверен, многие искренние преданные испытывали неоднократно. Не знаю, считать это победой или поражением. Судите сами. По сути, здесь нет никакой истории. Небольшой опыт и не более того. Если хотите реализация. Возможно, кому-то этот опыт покажется незначительным, но кому-нибудь может и пригодиться. Итак, что же нас связало? Уже не помню, куда я ехал, по каким делам, да и не важно это, помню, что сидел в троллейбусе и повторял свои круги джапы. Признаюсь, я никогда не повторял махамантру внимательно. Более того, всякий раз, когда я брал в руки четки с искренним намерением молиться как можно более сосредоточенно, коварный ум начинал генерировать великое множество интересных идей. И этот раз был не исключением. Рот привычно повторял слова мантры, а ум витал в бесконечном пространстве мыслей, никак не связанных с трансцендентной деятельностью. Но в один прекрасный момент я начал размышлять. А что я делаю? Молюсь. А что такое молитва? Это диалог с Богом. И где, скажи на милость, этот твой диалог? Повторяя святые имена, как робот, и отпуская свои мысли в свободный полет, я наношу оскорбление тому, от кого зависит мое существование. Едва ли нам понравится, если нас позовут, но при этом не обратят никакого внимания. Это как минимум не культурно. Поразмыслив над тем, что я делаю, мне стало стыдно. А дальше произошло самое удивительное. Я не стал сосредотачиваться на звуках мантры, как это часто рекомендует Ачарья, не потому что пренебрег этим наставлением или считаю его неправильным. Нет, просто так получилось, спонтанно и естественно. Совершенно не задумываясь над тем, как именно я повторяю мантру, отчетливо или невнятно, громко или тихо, быстро или медленно, мне удалось направить все свое внимание туда, где по моим академическим представлениям, основанным на шастрах, обитает Господь Шри Кришна. То есть в его вечную обитель Галоку Вриндавана. Там своим мысленным взором я отыскал Господа и непосредственно обратился к Нему. Я не видел Кришну так отчетливо, как это могли делать великие святые. Скорее, я чувствовал некий образ, присутствие. Да, это Он, и в этом не было никаких сомнений. Я слышал, как повторяет Джапу, и что самое интересное, этого было вполне достаточно для того, чтобы Кришна пролил на меня свою милость. Ничего не нужно было добавлять, просить или говорить. Все было предельно ясно. Мантра, которую я повторял, говорила сама за себя. Достаточно было того, что Господь слышит. Я был уверен в этом на сто процентов. Произошло настоящее чудо. Наконец-то, по прошествии стольких лет, я смог один раз обратиться к Богу. И что самое удивительное, Он также обратил свое внимание на меня, жалкого неудачника, глупого и бесполезного взбунтовавшегося слугу. В этот момент я понял, что в этой несложной мантре заложено все. Там закодированы все возможные варианты бесчисленных благ. Харе Кришна мантра является уникальным средством, с помощью которого, по милости Господа, можно достичь как мерзких благ, так и самого Господа Хари. Воистину, величайшим глупцом является тот, кто кормит свиней цветочными гирляндами, предназначенными для украшения прекрасных тел божественной мечеты, Шри Шри Радхи Кришна. Тот, кто, получив просад, скармливает остатки божественной трапезы, уличным псам, с пренебрежением бросая его на земь. И тот, кто, получив билет в духовный мир, использует его как закладку для мирской литературы, совершенно не понимая, какая милость была у него в руках и какие возможности открывает перед ним этот пропуск в мир вечности, знаний и блаженства, несчастные глупцы. История эта закончилась весьма неожиданно и печально для меня. В тот самый момент, когда я понял, что Господь слышит меня, страх и волнение ворвались в мой ум. Почувствовав себя незаконно проникшим в святая святых и уж точно недостойным подобного общения, я сознательно прервал связь, испугавшись того самого внимания, которого мы все так долго ищем. Я отчет понял, что звуки святого имени Господа могут достигнуть своего назначения в любой момент. Шри Кришна всегда готов принять это служение. Я понял, что милостивый Господь всегда готов к диалогу с нами, кем бы мы ни были, негодяями или праведниками. Он открыт для тех, кто открыт для него. Однако, используя свою мизерную независимость, в самый ответственный момент мы прекращаем наши устремления и снова, ускользяя из объятий Кришны, бросаемся в океан Майи, оправдывая свой безумный поступок слабостью, трусостью, неготовностью, недостойностью и так далее. Его божественная милость Ачепхактивиданта с вами Прабхупада, наш дорогой духовный учитель, дал нам ключ к сердцу Господа Кришны в виде его святого имени. В этот век лицемерия и раздоров, единственный способ достичь Господа, это чистое, беспримесное, преданное служение ему. Повторение святых имен Кришны является самым могущественным методом, позволяющим любому человеку, независимо от положения в обществе и происхождение, мгновенно связаться с Господом и найти прибежище у его лотосных стоп. Господь Чайтаньи Махапрабо очень любил повторять стих из Бреханна Радея Пураны, 3.8.126. Харьярнама, харьярнама, харьярнама ивакевалам, калаунасти эванасти, эванасти эвагатир аньядха. В этот век, вражды и лицемерия, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути спасения, кроме повторения святого имени Бога, святого имени Бога, святого имени Бога. Почему же мы настолько неудачливы, что имея этот ключ, просто вешаем его на гвоздик или пытаемся открывать совсем не те двери? Почему пренебрегаем таким ценным подарком? Нам интересно все что угодно, кроме Кришны. Простая муха без труда может увлечь наше внимание во время повторения Махамантры. Почему изо дня в день мы подводим наших учителей, которые испытали так много трудностей на своем пути, чтобы дать нам этот ключ? На протяжении вечности мы тонем в океане страстей, то погружаясь на самое дно, то выныривая на мгновение, жадно глотая воздух. И когда нам протягивают руку помощи, приглашая взойти на трансцендентное судно, плывущее в царство любви, мы поспешно отгребаем в сторону, боясь утратить свою так называемую свободу. Почему? Я не знаю.